Последний луч, лунный Леннон, звездный дождь и пламенный аккорд. Эти портреты участников легендарной ливерпульской четверки написала самарская художница Мария Пешкова. Свою любовь к музыке Битлз она выразила масляными красками на холсте. Образы создавала по ассоциации с голосами и биографией музыкантов. Леннон и Харрисон, они уже ушли в другой мир, и поэтому у них более мистические образы. Леннон в таком сумеречном свете, в разговоре о чем-то недосказанном. Харрисон увлекался индийской культурой, восточной философией, и мне показалось, что он должен был уйти, растворившись в солнечном свете. Выставка, посвященная 60-летию образования группы The Beatles, открылась в арт-фойе кинотеатра художественный. Здесь не только живописные портреты музыкантов, но и фотоколлажи, которые рассказывают о жизни каждого участника прославленной четверки. Журналы, пластинки, снимки из частных коллекций. Потому что сегодня Битлз не просто музыкальная группа, которая в 60-е годы прошлого столетия завоевала мир, но это целая культура. В этой культуре есть свой язык, свои персонажи, герои, своя драматургия, свои ландшафты, эмоции, эстетика. В чем гениальность этой четверки? И именно гениальность такая же, как когда мы говорим о музыке великих композиторов, там Шуберт, Бетховен и прочее. Потому что каждый раз, когда мы соприкасаемся с творчеством Битлз, мы открываем что-то новое. Эта музыка перевернула весь мир, и классические, и другие варианты, и кто только не исполняет, и джаз, и рок, музыку, песен Битлз. Прозвучали хиты и в этот раз в исполнении юных самарских музыкантов и студентов Института культуры. Мне приятно, что молодые люди приобщаются к культуре Битлз, слушают Битлз, потому что Битлз – это вот здесь, это любовь. Увидеть на выставке можно не только фотографии Битлз, но и десятки снимков, сделанные самарским фотографом Антоном Сенько во время самых ярких музыкальных фестивалей, которые проходят в регионе. Например, фестиваль Битлз, который проходит уже здесь не первый год в Самаре, также фестиваль Битломании, который проходил в Тольятти. Это рок-музыка, соответственно, это эмоции, то есть очень интересно фотографировать. Посетить экспозицию можно до 15 ноября, вход свободный. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.